Добрый день дорогие друзья вы находитесь на канале Smokers Magazine и сегодня я расскажу о базовых вещах в курении трубки, о том как трубку правильно набивать и как ее раскуривать. Фраза о том что корень большинства проблем связанных с курением трубки это неправильная набивка уже набила оскомину однако это действительно так правильная набивка залог спокойного и равномерного курения. Но правда еще и в том что сколько курильщиков столько и способов набивки существует даже пользуясь внешней схожей методикой набивания каждый трубокур делает это по-своему набравшись опыта вы тоже будете набивать трубку согласно своим вкусам и предпочтениям. Многие из вас наверняка слышали о методе набивки в три этапа на мой взгляд это самый неэффективный способ который только можно было придумать единственный его плюс это то что такой способ легко передать на словах раз два три понял понял иди тренируйся. Когда мне надоело что моя трубка гаснет каждый раз я начал анализировать всю цепочку своих действий стало ясно что делает она так все время практически в одних и тех же местах в каких набивая трубку в три этапа мы получаем три части табака с четкими границами имеющими разную плотность и разный объем с опытом эта разница сокращается но на начальной стадии она довольно велика и табак по моим наблюдениям гаснет именно на границах этих областей мы только раскурили одну часть приноровились к ее курение как она закончилась и нужно менять темп но границы не видно глазами мы курим как курили и трубка гаснет знакомо я расскажу о методе которым пользуюсь сейчас конечно без сноровки и здесь не обойтись но уверен многие сразу заметят что количество повторных раскуриваний заметно сократилось часто я говорю табак нуждается или наоборот не нуждается в дополнительной подготовке эта подготовка часть процесса набивки часть довольно важно я беру столько табака сколько собираюсь выкурить и перед набивкой разминаю его довольно тщательно пальцами избавляясь от слившихся кусочков измельчаю крупные фрагменты если они попадаются в итоге смесь становится равномерной по содержанию не нужно истреблять табак в мелкую крошку в итоге мы получаем просто равномерно размятую кучку табака и первое на что нужно обращать внимание во время разминания это влажность табака который вы собираетесь курить табак не должен быть ломким и распадаться в пыль при сжатии пальцами кучка табака должна плавно распрямляться если он застыл в такой позиции табак слишком влажный если ломается и крошится во время разминания или сжатия слишком сухой теперь просто насыпаем табак в табачную камеру пальцами постукивая по стенке чаши трубки так чтобы табак ровно улегся в камере и так по щепотке наполняем чашу табаком до верха не прижимая пусть табак распределяется под собственным весом затем берем еще одну щепотку табака столько сколько поместится в руку вставляем табак в чашу в принципе это те же три этапа но табак мы приминаем не тампером а табаком же благодаря чему плотность набивки не скачет слоями берем следующую щепотку поменьше вставляем табак в камеру и большим пальцем начинаем приминать его внутрь чаши по кругу поначалу может показаться что табак входит слишком туго пока не весь табак вмят в трубку проверьте тягу она будет облегченной если это не так лишнее отберите если тяга легкая продолжаем набивать трубку до тех пор пока поверхность табака не погрузится внутрь чаши на 3-4 миллиметра ниже верхнего края чаши если тяга все еще остается облегченной берем еще щепотку табака и набиваем ее в трубку таким же способом например пальцами обычно я больше уже табак не добавляю и если случается так что набил недостаточное количество то я просто приминаю табак глубже до тех пор пока тяга не нормализуется и далее уже курю как есть если говорить о плотности набивки то многое здесь зависит от влажности табака даже влажность вписывающейся в рамки нормальной может иметь несколько степеней чем суши табак тем более плотно его можно набивать в трубку в разумных пределах немало зависит и от личных предпочтений я например предпочитаю достаточно влажный табак и трубку набиваю не так плотно как это делает большинство трубокуров с которыми я знаком пробуйте разные варианты и находите свой при такой набивке плотность табака сверху вниз будет потихоньку разряжаться что упростит до куривания а если возникнет такая необходимость то во время курения тампером табак в трубке можно будет немного уплотнить теперь и раскуривание казалось бы здесь все просто но все же есть моменты о которых стоит поговорить раскуривать трубку нужно в несколько этапов и на первом этапе мы проходим кончиком пламени по поверхности табака слегка потягивая воздух через трубку сейчас мы не раскуриваем ее мы слегка подсушиваем верхний слой и заставляем встать на дыбы частички табака на поверхности вот зачем при набивке мы оставляли те самые 3-4 миллиметра от края чаши чтобы горящие частички табака приподнявшись не опалили вверх чаши и это все что нам нужно на этом этапе делаем несколько кругов пламени по поверхности и беремся за тампер пяткой тампера просто приглаживаем табак разравнивая поверхность практически не применяя усилий дело это спокойно и не спеша от первого этапа раскуривания до второго у меня проходит не меньше минуты и вот только теперь мы начинаем раскуривать трубку но это не значит что нужно на полную мощность включать меха и раздувать огонь в гарниле забудьте что у вас есть легкий и только ртом плавно втягивайте дым из трубки во время раскуривания также плавно водя кончиком пламени по поверхности табака сделайте мягко несколько затяжек не нужно стремиться во чтобы это не стало заполнить помещение огромными клубами дыма и нет никакой необходимости раскуривать трубку с одного прохода мы не на соревнованиях если табак вновь приподнялся притопчите его слегка тампером и еще раз пройдитесь пламенем по табаку так чтоб тление занялось равномерно по всей поверхности если нужно просто поставьте тампер на табак не нажимая в то место где табак занялся и сделайте несколько коротких но не резких затяжек горение с под пятки тампера будет расходиться по сторонам это поможет добиться горения по всей поверхности вот и все трех таких этапов в большинстве случаев достаточно для мягкого и ровного старта курения но если этого недостаточно крупная нарезка например или что-то еще то совершенно не проблема сделать четвертый подход и пятый если нужно не стоит кочегарить и стремиться раскурить трубку как можно быстрее с одной спички а далее просто курите получаю удовольствие от вкуса и аромата хорошего табака по желанию сопровождая курение любимую напитком а у меня на этом все если видео оказалось полезным ставьте большие пальцы вверх подписывайтесь на аккаунты в соц сетях и в инстаграм обязательно подпишитесь на обновление канала чтобы не пропустить ничего интересного спасибо за просмотр и до встречи на канале smokers магазин